Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый праздничный салат из доступных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготавливаем ингредиенты. Одну среднюю луковицу нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем лук в небольшую миску. Добавляем пол чайной ложки соли, 1 столовую ложку сахара, 2 столовых ложки 9% уксуса, 1 стакан грудного кипятка. Хорошо размешиваем и оставляем лук мариноваться до полного остывания. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки. И натираем их по отдельности на мелкой терке. В тарелку с желтками трем 80 граммов твердого сыра. Полученную стружку перемешиваем. 2 средние вареные морковки тоже натираем на мелкой терке. 300 граммов маринованных грибов режем небольшими кусочками. Как замариновать шампиньоны можно посмотреть в подсказках. Ссылку на рецепт я также оставлю в описании под видео. 350 граммов вареного куриного филе нарезаем небольшими кубиками. Помещаем его в миску. Добавляем подготовленный лук без маринада. И хорошо перемешиваем. Дальше собираем салат. Перекладываем курицу с луком на плоское большое блюдо. Разравниваем. И формируем квадратный слой размером примерно 18 на 18 сантиметров. Сверху наносим сеточку майонеза. Как сделать домашний майонез смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Следующим слоем идут шампиньоны. И снова майонез. На грибы выкладываем морковку. Слои каждый раз подравниваем, чтобы не терялась форма квадрата. Между всеми слоями должна быть майонезная сеточка. На этом этапе натираем на крупной терке одно большое яблоко, очищенное от семян и кожицы. Заранее тереть его не нужно, так как яблоко быстро темнеет. Яблочную стружку распределяем сверху на морковный слой. Сдабриваем майонезом. И выкладываем в смесь желтков и сыра. Сверху и по бокам салата наносим оставшийся майонез. Его я изначально взяла 180 граммов. Аккуратно размазываем майонез ложкой, чтобы вся поверхность салата стала белой. Затем посыпаем салат тертым белком. И переходим к украшению. Берем одну длинную сырую морковь. И с помощью овощечистки вырезаем 4 тонкие ленты. Одну маленькую сырую свеклу превращаем в тонкие слайсы. Делать это лучше всего шинковкой. 15 свекольных кружочков выкладываем нахлёст рядочком. Сворачиваем как можно плотнее. Фиксируем получившийся цветок двумя-тремя зубочистками. И подравниваем основание для устойчивости. Морковные ленты выкладываем со всех сторон салата. Сверху по центру вставим свекольную розу. И маскируем краешки зубочисток веточками петрушки. Низ салата по всему периметру также обрамляем листиками петрушки. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!